шалом сегодня мы будем учить про гиула гиула и сразу хочу им поделиться своим радостным наблюдением о том что уже гиула приходит я стоял на остановке жал автобусом по дороге сюда и дайте как обычно люди подходят просят сигаретку есть закурить а сейчас изменилось я сруги ула подошел ко мне парень один первым делом должен только что я видел вообще я бы не дал мне не знает первую секунду вместо того чтобы сказать есть сигаретка он говорит я шлиха хидуш и шлиха хидуш он попросил хидуш и дура что-то сказал какой-то двор тура видите уже люди уже жарду тору сигарету уже никого не интересует уже тору тору видится на остановку ли подходит и шка двор тура ну разве ты не убила это настоящая гиула много-много еще признаков гиулы дано приехали из америки два друга трампа там президента пекли в израиль пошли как каневскому выбрать все к нему гордоны от от президента америки у рафаим не очень как бы был этим тронут как бы хорошо дальше что до что в что вы хотите а не гадну претенд интересуются когда придет и машинах а и они сами были евреи горит рахаим что имеете ввиду какого машинка точно ждете ну как ну машин машин ну гиула да мы хотим гиулу так он спасибо того как улыбнулся а ты уже собрался в израиль переезжать ту же в израиль так сказать ну там нашелся уже там квартирку все обосновался будет на честно говоря жива в америке ну ну что ты хочешь приезжай в израиль тогда вместе будем ждать гиулы так сказать пока люди же где-то там гиулы это так это все теория да нужно практике приходит сюда наблюдать как перед приходит гиула это гиула как-то раз был такой случай что мне довелось молиться тфилат минха но не по сидуру а по как называется смартфон да такой аппаратик и там аппликация и есть слова молитвы просто можно конечно наизусть но эти кучу все комфортнее когда есть текст перед глазами это дело было там в тиюле путешествовали и там собрался меня барухашем быстренько сделали меня и было полиция минха и мне кто-то дал мне аппарат забита интересную вещь это наша молитву на если который мы учим сами уже много много уроков 5 лет уж муна и страна умещается на экранчике этого аппарата маленького с ладошку ты посмотрел там ну шрифт мелкий весь муна из уместился на крайне парад на меня тоже поразило да такая маленькая молитва очень очень коротко столько в не вложено это чудеса и наш молитва прогула это тоже чудеса давайте на меня посмотрим эту молитву как она составлена гиула я читаю раэна вайниейну вариваривейну то есть заголовок гиула написано в седуре а мы начинаем вместо гиулы мы начинаем с цорес да с проблем раэна вайниейн вариваривейну и вот только потом уголену гиула шлима мира ламан шмиха ки эль гуэль ва хазаката барухата ашем гуэль исраэль да видите об оба оба идут и проблемы царот и гиула вместе как будто что-то неразделимое да как одна одна такая воды пачки раэна вариваривейну уголен гиула шлима мира ламан шмиха ки кельми гуэль хазаката барухата ашем гуэль исраэль почему так почему эти вещи идут вместе в одном брахе интересно ну да сначала разберем общие слова о чем еще идет раэна ванейну ну это смотри да раэли рот смотреть увидеть смотри раэ на на как бы пожалуйста да раэна в аниэйну аниэйну это слово они на ну взятые истории из пасук 2 книга дворим пера кавзайн пасук 7 там такой пасук написан вы не цак или ашем или кей авусейну вишма ашем эсколейну в яр эс аниэйну в эс амалейна в эс лаха цену то есть написано в яр эс аниэйну увидел ашем аниэйну ункилус переводит цааран наши царот царот цар даже не даже не у него есть цар да ну плохо те же самые слова в яр эс аниэйну и увидел ашем эс аниэйну само собой что-то похоже на слово они бедный да вот эта вот бедность когда чего-то не хватает за человеку трудно это все называется цар просим ашему чтобы он это увидел что увидел наш наши беды наши беды на войне и ну написано по сути что что мы что евреи кричали до кричали мы ашему и тогда у нас услышал и увидел начаться рот ему тоже в этой барахе мы кричим мы кричим ашему район отца в баней ну сколько обед евреи пережили на на протяжении всей истории это не нужно рассказывать это все сами знают и эта молитва она во все века да она поддерживала евреев и спасала рэн на войне наварива ривейну что такое рива ривейну рива ривейну как бы рив ля рив это как бы и ссора ссориться ля рив то есть дословно вы сказали что и ссориться ссоры наши то есть у нас какие-то ссоры с кем-то там с другими народами мы с ним поссорились они нас притесняют мы хотим давать притеснять как бы поссорились и и ты за на заступись и ты ссориться за нас да будьте нашей стороне на прусске как бы заступить на нас за нас рива ривейну что пишут все дури взгляни на бедствие наши рэн на войне и ну да взгляни на бедствие нашей и заступись за нас о это вы не читала видите называется киванте и да от гдулим правильно перевел заступить за нас рива ривейну ривы то ссора а ты ссориться наши ссоры значит ссоришься наши ссоры ты заступить на нас рива ривейну галей на геуля шлема мегирали ман шмиха это вторая строчка 2 сушки после этого будет уже геула в галей на геуля шлема мегира мегир быстро лиман шмиха ради имени твоего и есть еще пасук на котором на самом деле основана эта молитва то есть я сотребил послуки с и скидки дворим просто чтобы показать что такое а ней ну они до бедствия тоже прусски бедствия и и бедняк это слова однокоренные да он бедняк он бедствует него нет денег но кроме того есть другие беды кроме что нет денег он то есть он бедный нищий он еще и бедствует то слово они ну да то же самое на иврите но все это основано на послуки книги ты лим в этим посмотрим послуг книга ты лим в конце это куф ю тет 119 ты лим и послуг аж 153 а написано написано видите ты лим куф ю тет там два послуг а затем он очень длинный там много чем псухим и именно эти псухим из этого капитал ты лим именно их читают за людей когда кто-то больной или лейлу нишама читают ты лим он поделен по буквам сначала есть все псухим на букву алиф там 45 суки на букву алиф потом идут псухим на букву бед придумают псухим на букву в гиммель и так дальше по всему алфавиту поэтому получается много псухим до 22 множите на 5 вот получается как раз больше больше станет а больше чем 5 псухим на дают уже букву вот и берется имя человека например муж и и читается все это лином теле на букву м м потом все это лин на букву шин там все это лин на букву ей муж и и так далее и и бэн там и и моего мамы это написано так видите раэ они и бахаль цени китурас халю шахахти ревариве уголений именно и на этих ты лим основана бараха мы говорили много раз что все выход они основаны на торе на ты или кто веем не веем не просто так это все святые слова святые слова написано то самое раэ они его халь цены опять-таки увидеть бедствия мои в халь цени что такое халь цени лох лот ну как бы можно так сказать что халь цени к чек вытаскивает ногу из ботинка называется лох лот сна лайн до дохлется вытащить ногу из ботинка а ты на сашем ты вытащи нас из болоток и где мы погрязли до раэна в они в халь цени до вытащи нас за и наших бедствий китурас халю шахахти за счет чего-то сможет вытащить почему чем надо заслужили потому что не смотря на все бедствия тору твою мы не забыли да я это чтобы тору твою не забыли пожалуйста спаси нас и снова либо реви уголене рева реви заступись меня уголене на самом деле слова гиула это тоже своего рода вытаскивание откуда-то да что такое слово гиула написано в торе понятие гуэль что такое гуэль если человека есть какой-то земляной надел это его надел теперь ему нужны деньги он это надел он эту землю он продает кому-то другому человек тебе проходит года и земля должна вернуться к владелицу потому что не такого что земля уходит от от нахала от колена это это может ситуация бы что будет неразбериха да ну мы знаем что у каждого колено есть свое свое дело туда чек пройдет пройдет судил кому-то другого должна вернуться и в колено и в свою семью но что у человека нет денег чтобы заплатить и верну землю у него есть преимущество при другими покупателями то есть первым делом ему нужно нужно ему обязан продать этот второй человек который купил землю это свернуть ее они как бы другому покупать но что у нее не денег тогда может прийти другой человек его родственник и помочь ему выкупить землю это называется гуэль гуэль он помогает выкупить собственную землю этого человека обратно то что мы просим геулла мы просим ашема выкупи нас и вытащи нас из галута да обратно в израиль в это мигдаш все как надо это называется геулла это состояние куда мы попали из-за того что у нас были бедствия мы были бедные нас были бедствия тоже духовные мы попали в состояние так вытащи нас за это состояние это имеется ввиду это бархана направлена в основном на бедствия которые связаны с тем что евреи сидят среди чужих народов это касается темы такое когда евреев притесняют то есть все когда вы слышали за краем уха об этой теме можно это за термином антисемитизм да там разные термины то есть в любом случае отношение к евреям оно как бы не не как сказать такое не нейтральное заходим об евреев люди начинают дышать неровно либо либо это может юдофобия наоборот да у евреев евреев либо антисемитизм но как-то отношение сказать и мягко говоря особенная тема известна так вот именно из этого вот состояния когда евреи живут в других народах мы просим геулла чтобы нас вытащили из этого неудобного состояния а это состояние но не нормальная для для еврея да то есть можно без напрягу посмотреть по сторонам и видеть бедствия евреев да везде в том числе и сейчас в израиле в наше время все времена это существует поэтому бархана постоянно постоянно актуально и в конце написано в настоящем времени до барухата шем гуэли сраэль настоящий времени не гааль не и галь не прошлое не будущее именно настоящее время то что это постоянно браха актуальна и лиман шмиха написано в барахе лиман шмиха да что такое лиман шмиха мы объяснили в реваре вейну уголей на геуля шлема полнейшее что было избавление мегера как можно быстрее лиман шмиха причем здесь лиман шмиха что значит лиман шмиха мы же только сказали что мы ради себя просим да мы твою тору не забыли почему теперь написано лиман лиман шмиха где-то надо делать надо понять что и связь между между нашим освобождением страданий именем творца какая связь очень простая если если ходит еврей такой небах бедствующий да что он скажет про него другие скорпера про бога евреев евреи он как к лицо лицо ашема представляет ашема в этом мире поэтому человек по евреи по идее нужно быть богатым и веселым и счастливым и успешным ты по идее так должно быть и так было во времена царя соломона и так будет в будущем а когда состояние такое то чем ашем имя творца она тоже от этого терпит какие-то так сказать не неприятные отношения плохо говорят о вашем видите ну или евреи ну а что ашем не помогает и так далее поэтому гриман лиман шмиха то есть стране евреи стране время они как бы принижают величие имени ашема его святость в глаза других народов иногда другие народа не могут были быть более верующие чем евреи такое бывает да они верят вашего больше сам еврей смотрят на еврея и одно это еврей эта тема очень приятно это позор на нашу голову то что если еврей так себя ведет что в других глазах народах от этого страдает и страдает имя ашема то это большая проблема это уже граничит с понятием хилу-ляшем хилу-ляшем да то есть когда человек позорит имя имя ашема это очень нежелательно чтобы этого не было мы просим вашим а помоги нам потому что шверцузан-ид шверцузан-ид что поделать много царот трудно быть евреем труды тоже соблюдать и жить и достойно еще в израиле это очень трудно да много царот поэтому ашем помоги нам чтобы мы жили достойно и это ради твоего имени тоже другие народы нас смотрят дают оценку и евреям и тебе ашем в том числе так больше чтобы взять реальности ушли ушли все бедность грубость ссоры ненависть тупость и так далее чтобы все были достойны образа жизни как по только как полагается и теперь поскольку мы делали чува да мы сделали чува прошлый брахе помните с лиха чува и теперь после чего вы ну не жаль теперь нам не полагается юла на полагается мы же делали чува да тогда сделаю чего на самом деле тогда достойно все геулы и тогда просьба о геуле будет более сильный чертока подчеркну один момент что в этой брахе идет речь о неполнейшем избавлении то что геула маши хахарит и амим будущее все все хорошо это не это это барахана направлено направлено на личное избавление и избавление от подгнета других народов в этом браха обрахана полнейшие геула избавления и есть другие проход и дальше в молитве шмуна эстре и мы сказали что в конце мы дальше взяли на слава брахи посмотрим как это говорится гуэль хазак ата да ты же сильный хазак ты гуэль атаке ты ашем гуэль хазак как тот который родственник который пришел чтобы выкупить землю это гуэль и это рослик он богатый он может выкупить большой участок он сильный богатый хазак и гуэль хазак ата ты все можешь да хазак ата брухата ашем гуэль исраэль в настоящее время не потому что как говорится ашем тамид озер ашем всегда будет за заступаться все за заступает нужно запомнить спросить об этом и как говорится ашем я азор шан таби дозер гуэль исраэль тада раба бракха и удачлаха а